Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, Лех-Леха. Выходим на дорогу, выходим в мир, выходим работать, выходим что-то делать. В новом году мы по-новому выходим. Каждый год новый, и Тора ведет нас по новому пути. Но вы знаете, прежде чем выйти в дорогу, надо все-таки какие-то акценты расставить. Человек вышел и пошел себе там, все замечательно, но он может и не туда пойти. Надо ответить себе на вопрос, куда я иду, и главное, к кому я иду. Есть надо понять, что существует только два варианта развития событий. Два типа мира. Первый мир это когда кто-то есть хозяин, и все это не случайно вокруг нас, и все по чьему-то плану, а значит есть творец, а значит есть хозяин у мира. Или второй это случайно, я не знаю, что-то там случилось, молекула с молекулой подружились и так далее. Эти два варианта уже давно рассматриваются миром, но к сожалению мы останавливаемся и не можем сделать окончательный вывод. Если ты сказал, что у мира есть хозяин, ну все, в этот момент остановись и продумай все остальное. Значит есть и то, и другое, и третье, и пятое. И замечательная вещь, которую я рассказывал в прошлом году, провели огромный опрос. Верите ли вы в рай и в ад? Я сейчас уже не помню точные цифры, ну примерно скажем там процентов 60, конечно верят, что есть рай, и процентов 25, что есть ад. Люди так не бывают, но человек так живет. Если есть рай, есть ад. Надо понять, что если есть хозяин у мира, то есть ли от вещей, которые нам рассказал. Он сказал, как нам быть в дороге, куда идти, что делать, какая цель путешествия. Вот с этим вот надо разобраться, надо попытаться сесть и самому ответить себе на вопросы. Я не могу быть наполовину, вот тут я верю, тут не верю. Так не бывает, это в кино. Человек или верит, или не верит. Да, двигается он медленно, но окончательная какую-то точку, репер, куда он идет, он может быть только один. Вообще в дороге многое случается, надо нам запастись оптимизмом, на этот год запастись каким-то терпением. Вот Любович Стребов, он всегда очень правильные вещи говорит. Если у вас что-то не получается, не тревожьтесь, а положитесь на Бога. Даже в случае неудачи, вследствие ваших ошибок, даже если это произошло, положитесь на Него. Положитесь на Него и верьте, что все к лучшему. И сохраняйте спокойствие. Я цитирую Любовичского Рэба. И при виде того, как вы Ему доверяете, Он обязательно исправит дело. Вот это вот правильный, хороший для дороги какой-то там запас. Взять такие умные мысли, взять такие умные вещи и идти с ними. А когда сегодня, да, сегодня непростой мир, но опять же возвращаемся к Любовичскому Рэбу. Как он говорил, депрессия, тревога, пессимизм, они вредят каналам благословения свыше. Мы думаем, что мы не можем с собой справиться или что-то, но мы перекрываем себе энергию, мы перекрываем себе сверху. Надо встать и бороться с собой в первую очередь. Заставлять себя улыбаться, вот так вот делать. Не знаю, я без шуток говорю, надо тренироваться, надо что-то делать. В книге ЗААР написано, что существует нижний мир наш, но есть мир и выше, да. И они, вот поступив один мир, принимают все время от низшего и от высшего. И если нижний мир переполнен как яркой радостью такой, ему дается просветление сверху и какие-то положительные события. Если смотрит энергию, начинает рассчитывать и увидит погружение в депрессию, тревогу, не работает. Поэтому не зря говорили, мы сто раз говорили, служите Богу в радости. Так как радость приводит к другой радости, которая спускается свыше. Вообще написано, разочарование это антибожественное чувство. Посмотрите на Всевышнего. С каждым из них, нас вот, с каждым, да, наверное, у него случались неудачи. Причем не единожды, да, а не однократно. И тем не менее, никогда написано, Бог нас не разочаровывался. Наверное, нам надо брать пример с него, да. Есть еще такой замечательный человек, это Раби Майер Изгур. И вот он говорил интересную вещь. Сейчас я вспомню, как это правильно звучит. В жизни евреев галут, вот такое знание настоящее, когда к нему привыкают. До тех пор, пока люди чувствуют себя на чужой земле неуютно, это еще не галут. И Раби Дэвид Сахачева говорил, что настоящий галут, когда евреи ясно видят, что в галуте можно хорошо заработать. Поэтому, находясь в рабстве, точнее, можно хорошо заработать. Поэтому вот теперь такие реперы. Мы идем к свободе. Мы идем, веря, что есть у мира хозяин. Мы ведем с хорошим настроением. Но мы не чувствуем себя хозяевами или даже постоянными жителями чего-что угодно, кроме конечной цели. Вот тот мир, который Бог сказал, вот этот мир надо строить. Вселенная, в первую очередь, это равновесие. Если мы не хотим делиться, вот, например, в этом мире, а нам надо это делать, то что хочет человек? Он хочет, чтобы его желания по щелчку вот так вот исполнялись. Так не бывает. Хотите везения, хотите удачи на этой дороге, вот не жадничайте, научитесь отдавать. Так написали наши мудрецы. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Поверьте, это работает. Надо попробовать. Я думаю, что мы находимся в одном из самых сложных периодов развития мира. И вот сейчас мы не просто вышли в этом году на новую дорогу по кругу Торы. Нет. Мы идем по одному из самых последних предмашехом, так сказать, периодов. И надо идти правильно. Надо видеть цель, мечтать, желать, видеть, что правильно, что нет. Надо, как бы, наслаждаться и благодарить за каждую мелочь. За выглянущее солнце, за улыбчивого соседа, за интересную книгу, за то, что мы жизнь прожили. То есть надо начать сотрудничать с Богом на уровне улыбки, на уровне положительных эмоций. И тогда дорога будет успешной. Брахавы от слака.